Девушки отдыхают Показывали Васю, ага, сидит на городской свалке среди крыс и жрёт просроченные сосиски! Позоришься! Здорово, пацаны! Смотрели вчера передачу «Кладбищенский вестник»? Нет, Вась, я не смотрел. Мы другие передачи смотрим. Новости, например. Я чё-то не понял. Толстый, тебе чё так весело? Давно по зубам не били? Чего? Ну что, что там в «Кладбищенском вестнике» интересного показывали? А, да. Оказывается, на нашем кладбище обитает самый настоящий демон-оствернитель. И сегодня ночью он собирается открыть врата ада. А ещё там устраивают свои оргии сектанты. Если демон откроет врата, наступит конец света. Там, где солнышко светило, будет тьма, и мать сожрёт своё дитя, и станет жизнь навек простой. Быть пищей или рабом – вот выбор твой. Чушь всё это! Стросылки! Чтобы перед сном пугать дебильных детей. Да нет, толстяк. Если хочешь знать, я вообще ничего не боюсь. Что? Может быть, и на «Кладбиси» не побоится пойти? Один. Нотью. Запросто. Ловлю на слове. Сегодня за нотью идёшь на «Кладбиси», выкапываешь несколько мертвецов и фоткаешься с ними на мобильник. Ты чё, дурак? У меня же мобильника нету. Да угомонитесь вы, придурки! Предлагаю вместе пойти и посмотреть, что там за фигня на «Кладбище» творится. Отлично! Только предлагаю толстого не брать с собой. Боюсь, обделается от страха. Такие, как он, во время войны родину предавали. Это мы ещё посмотрим, кто из нас обделается. Правильно, вместе пойдём. Мы ведь команда. Короче, встречаемся в полночь у ворот «Кладбища». Команда, это здорово! Ух ты! Здравствуй, Вася. Иди ко мне. Время пришло. Выполни своё предназначение. Да ты чё, старая, попуталась, что ли? Отвали. Пророчество гласит, что сегодня ты спасёшь мир от осквернителя. Только тебе под силу остановить открытие врат ада. Ты избранной. А, вон оно чё. Ну, я вообще-то смотрел вчера «Кладбищенский вестник», так что примерно в курсе, чё к чему. Вот тебе камень судьбы. О, круто! На кладбище найдёшь чёрный круг, и, ступив в него, скажешь три слова. Коннектиус, думимус, вертикус. И всё? Ладно, скажу. Но смотри, если потеряешь камень, я тебя загрызу. Рёбра по одному ломать буду. Ты меня хорошо понял? Понял, спрашиваю? Да понял, понял. Хватит меня уже бить. А теперь иди и сделай, что должен сделать. Что-то Вася опаздывает. Пацаны, кто знает, где на кладбище находится чёрный круг? Чёрный круг? Это в подземелье демонов, под заброшенной церковью. Говорят, гиблое место. А тебе зачем? Предлагаю туда пойти. Туда-то затем. Проверим, кто из нас настоящий мужик, а кто трусливая, жирная, ублюдочная тварь. Я согласен. Я как все. Пожрать никто не взял с собой? Нет? Жаль. Чё, Толстый, боишься? И совсем я не боюсь. Боишься? Я же вижу. Ничего, скоро мертвецы выпьют твою кровь. Вот я посмеюсь. Они прямо сейчас наблюдают за тобой. Будь внимателен. Они нападают неожиданно. Вон, вон они. Ой, мама! О, да это же сектанты. Бежим! А? Прячемся в зарослях можжевельника. Куда они подевались? Пацаны, мне страшно. Говорил я тебе, дур, что не надо брать с собой этого ублюдка. Я не выдержу. Ай-яй-яй-яй-яй! Толстый засранец вас, волочек. Это они. Ай-яй-яй-яй-яй! Эх! Ай-яй-яй-яй! Ликуйте, братья! Сегодня у нас радостный день. Сегодня мы открываем врата ада и приносим в жертву самых отвратительных учеников нашей школы. Олег Олегович, директор? Да, детки, это так. Только моя настоящая профессия оскверните. А со мной... Ну-ка, всем открыть лица! Да не бойтесь, эти трое уже никому не откроют тайну нашего братства. Наши учителя, сектанты? Сволочи! Неожиданно, да? Ваше Преосвященство, примите, пожалуйста, эти деньги. К сожалению, на этот раз суммы меньше. Не все дети сдают взносы. Плохо работаете, любезная, ведь есть же масса способов выколачивания денег с учащихся. Контрольные работы, экзамены, круглые даты, ремонты. И больше давите на жалость. Посадите в школьных коридорах несколько безногих старушек. Пусть просят милостыню. Олег Олегович, вы гений! Ну, хорошо. Сегодня у нас праздник, поэтому я пристрелю только одного из вас. Ну, кого же? Давай, убей меня! Не могу больше присмыкаться перед тобой, мразь. Я умру с чистым сердцем учителя. На тебе! Получи это все! Никогда деньги не сдаешь! Лучше ненавижу! Получи! Ух, шалунья! Ай-яй-яй-яй-яй! Вот это да! Вот! У нас самая лучшая гласная руководительница в мире. Ну все, угомонись, Анжелочка. Хочу успеть показать Васе установку. Адский ускоритель. Полностью построен на денежки учащихся. С его помощью я сегодня открою врата ада. Так вот, куда уходят наши деньги. Какие же вы сволочи! Совести у вас нет! И в этом вся прелесть! Ха-ха-ха! Ой, чудовище! Не бойтесь! Это Поликарп Кружилин. Когда в 1920 году я только начал проектировать адский ускоритель, оттуда прислали двух ангелов. Ну, чтоб меня арестовать и сопроводить в преисподнюю на вечные муки. На кого поперли! Ха-ха-ха-ха! Теперь вот Поликарп сторожем у меня служит. А его красавицу Марию я превратил в сумасшедшую старуху и пустил по свету бродить. Хотя ей все-таки удалось украсть у меня камень судьбы. Без него врата не открыть. Но кто бы мог подумать, что Вася Колотушкин, этот избранный, самолично вернет камень мне. Молодец, Вася. Давай же его сюда. Ну? Не дождешься, поганый Олег Олегович. Хм. Выходит, тебе известно, что камень судьбы может быть отдан исключительно добровольно. Вот именно, гад. Что ж. Есть у меня для такого случая замечательное средство. Сколько же здесь крыс развелось! Замучили! Запомните меня, я Алешка. Сыворотка К2Д13. Или микстура щедрости. Правда, после ее применения ты умрешь в страшных мучениях. Но я вынужден. Извини, ничего личного. Э, ладно, ладно. Я отдам камень, только не нужно мне колоть эту гадость. Нет, Вася. Я уже решился на чудовищный шаг. Странная реакция. Ну да ладно. Отдаешь ли ты камень судьбы мне? Добровольно и от чистого сердца. На, подавись. Ну, наконец-то! Еще немного. И я властелин этого мира. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Братья и сестры, пойдемте же. Веселье ждет нас. Сборач, мы тебя еще достанем у блюда. Ах, да, парни. У меня есть еще прощальная просьба. Покормите, пожалуйста, моих рыбок. Ха-ха-ха-ха-ха. Да это же пираньи. Я не хочу умирать. Отпустите меня. Затем я пошел с вами. Теперь нас едят пираньи. Сволоти, я ненавижу вас. Ненавижу. Ха-ха-ха-ха. Ух ты. Где камень? Олег Олегович забрал. Что? Господи, это конец. Будь ты проклят поганый ублюдок. Эх. Что же я по лекарпу скажу? Гаденыш, все испортил. Куда ты, сволочь старая? Ха-ха-ха-ха. Товарищ Кружилин, беда. Что произошло? Случилось непоправимое. Демону удалось обманом и хитростью завладеть камнем судьбы. Колотушкин не справился. Что? Вот ублюдок. И где он сейчас? Через пару минут этого мальчишку и его поганых друзей съедят пираньи. Дура. Я спрашиваю, где демон? А, демон, наверное, уже открывает врата ада. Если он ступил в черный круг, я могу покинуть пост. Поспешим. Может, еще успеем перехватить гада. Я не хочу умирать. Помоги ты, кто-нибудь. Ух ты. Радуйся, толстый. Теперь тебя зажрут крысы. Ай-яй. Король Родрик Четвертый. Вася, сыночек. Эх. Сколько лет я тебя оплакивал. Сколько слез пролил. Думал, не доживу до этой радостной минуты. Сын мой, Васенька. Извини, как тебе там, Родрик? Но ты ошибаешься. Мои родители люди. Да какие ж они люди. Довести принца до того, чтобы он питался на помойке тухлыми сосисками. Хе-хе. Как же ты меня опозорил. Прости, отец. Хорошо еще, что мать твоя, обезьяна Серафима, не дожила до этого бесчестия. Вот уж третий год, как померла. Моя мать че, обезьяна? Хе-хе. Хе-хе. Твоя мать была настоящей красавицей. Хе-хе. Ну будет, будет. Не время сопли размазывать. Не забывай, тебя ждет важное дело. Ты должен сказать три слова в черном круге. Ну, а Свернитель забрал у меня камень судьбы. И к тому же я, наверное, скоро умру. Этот гад вколол мне К2Д13. Нет, твоему брату, отважному Лешке, ценой жизни удалось подменить шприц. И тебе вместо К2Д13 был вколот алкалоид крысиной пшеницы. Но почему тогда я добровольно отдал Осквернителю камень? Это неведомо мне. Но благодаря алкалоиду между тобой и камнем установилась магическая связь. Теперь камень будет слушаться тебя и на расстоянии. Так что поторопись. Осквернитель уже открыл врата ада. Что ж, я сделаю это. А если я погибну, сложите про меня песню. А вы, друзья, прощайте. Вам надо спешить домой. Это место опасно для вас. Мы с тобой, Вася. Забыл? Мы ведь команда. Говори, что нам делать. Команда? Это здорово. Идите и позвоните министру обороны. Скажите, так, мол, и так. В районе кладбища открылись врата ада. Там должны понять. Напомните только, чтобы солдатам выдали серебряные пули. Ну и всякое такое. Хорошо, сделаем. Прощай, Вася. Увидимся в школе. Ну, я пошел, отец. Погоди, сын. Беги этим путем. Так ближе. Прощай, отец. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Эй! Идите и сейте зло на всей земле. Вы, бесстрашные воины апокалипсиса. Убивайте. Грабьте. Насилуйте. Вот вам человечина. Попробуйте. Отныне у вас будет много такой еды. Теперь вы будете служить мне. Я ваш повелитель. Стой, мерзавец. Тебе не удастся свершить свое черное дело. Вы немного опоздали. Врата открыты. Что? Сволочь. Что ж ты натворил? Будь ты проклят. Перед лицом забрения я вызываю тебя на поединок. Ну что ж, давайте сразимся, неудачники. Не-е-е-е! О! Ну, вот и все. Давай, убей нас. Чего ты ждешь? Гордионыш. Зачем же спешить? Может, я хочу насладиться триумфом? Может, я хочу видеть ваши глаза? Глаза молящие и ненавидящие. Глаза неудачников. Ох, как же мне хорошо. Я властелин. Я всемогущ. Ну скажите, кто? Кто теперь помешает мне? Ха-ха-ха! Я, Вася Колотушкин, избранник богов. Словом, кровящим и скрепленным силой камня судьбы, повелеваю волшебству черному растворится в глубинах великого хаоса. Коннектиус! Эй, не делай этого, иначе ты сам... Продолжай! Не слушай демона! Воротись все сущее в изначальную формулу мироздания и красота прежняя. Возвернись! Думимос! Пожалеешь! Врата между двух миров. Закройтесь и пусть виновного поглотит ад. Пердикус! Марьюшка, голубушка моя, исчезли злые чары, сгинуло проклятие черное. Сколько лет я ждал этого часа. И я скучал. Погляди, дорогой, как эта мразь затягивает в ад. Ну что, ублюдок, у кого глаза неудачника? На, получи, гаденыш! Вот тебе, сволочь! Получи! Ненавижу! Ой, что это со мной? Вась, с тобой все в порядке? Помогите мне! Пошли же скорее! И вы даже не поможете Васе? А ведь он из-за вас пожертвовал собой. Какие же вы! Зря ты послушал эту парочку. Очень скоро будет жатва. Прощай. Ну пошли же быстрее, ненаглядный мой. Помогите мне! Мне плохо! Со мной что-то не так! Любовь моя, а может, поможем Васе? Ведь он освободил нас. Как-то не по-человечески получается. Не бери в голову, любимый. Мы ведь не люди. А это был его выбор. Его никто не заставлял. Посмотри, как он отвратителен. Да и потом мне не терпится побыстрее заняться с тобой любовью. Истасковалась я по ласкам и поцелуям. Пошли же скорее! Нас ждет вечная любовь! Что-то Вася опаздывает. Завтрогает, наверное, на какой-нибудь помойке вместе со своим крысиным отцом. Ты че толстый такой говоришь? А если он погиб там, в черном круге? Такие, как Вася, не погибают. Такие обычно портят жизнь другим. Все-таки Вася оказался настоящим героем. Спас весь мир от нечисти. Вот, купил ему конфеты. Вася ведь никогда не пробовал настоящих шоколадных конфет. Ура! Отменили уроки на целый месяц! Учителей нет! Ух ты! Каникулы! Класс! Пошли ко мне играть в компьютер. Мать притасила с рынка кучу новых игр. Ох и классные! С рынка? Да там милиция накрыла партию пиратских дисков. Ну, мать и подсустрила. Классные, говоришь, игры. А чё, без Васи будем играть? Думаю, да. Всё равно играть можно только вдвоём. Да и мать сказала, чтоб я Васю не приводил к нам. Боится, что украдёт кто-нибудь. От Васи всего можно ожидать. Точно. Когда он был у нас дома, изрезал отцовский паспорт. Сволочь. Давай по одной конфете съедим, бери и угощайся, и валим отсюда. Ммм, классные конфеты. Знаешь, я всегда как-то недолюбливал Васю. Какой-то он неприятный. Блин, целый месяц без школы. Это же классно. Вот это да! КОНЕЦ КОНЕЦ